В Приморском крае начальник отдела полиции по вопросам миграции Находкинского городского округа Ольга Томилина, заместитель главы администрации Герман Краснощёков и депутат городской думы Александр Мильченко приехали в пункт временного размещения, чтобы вручить российские паспорта гражданам, прибывшим в Находку из Мариуполя, Винницы, Херсона и Мелитополя. В Приморском крае обустроены пункты временного размещения для граждан Украины, Луганской и Донецкой народных республик. Людям предоставили кровь и бесплатное питание, помогли оформить документы, устроить детей в школы и детские сады, найти новое место работы. Большинство взрослых уже трудоустроены. Часть переселенцев вместе с семьями уже покинули пункт временного размещения в поселке Врангель и приступили к работе. Они разъехались по всему Приморью, в Находку, Левадию, Большой Камень, Славянку, Уссуриск, Воздвиженку и другие муниципалитеты. Торжественная церемония вручения паспортов состоялась в микрорайоне Врангель. Накануне перед получением документов все 20 человек приняли присягу. Это очень простая, но важная процедура. В своей клятве гражданин дает обещание жить по законам Российской Федерации, чтить культуру и традиции страны. Участники церемонии рассказали, что быть полноправным гражданином Российской Федерации – не только честь, но и огромная ответственность перед обществом и самим собой. Они выразили уверенность в том, что Приморская земля станет им родной. В свидетельствах о рождении несовершеннолетних, чьи родители получили паспорта, поставлены отметки о российском гражданстве. Те, кто изъявил желание получить российское гражданство, стали участниками государственной программы по оказанию содействия в добровольном переселении соотечественников, проживающих за рубежом. Они получают подъемные, которые предусмотрены федеральным бюджетом в рамках реализации государственной программы в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. А в период адаптации на новом месте жительства участникам программы содействия добровольного переселения соотечественников в течение шести месяцев из регионального бюджета выплачивают компенсацию аренды жилья. Обращаясь с поздравлением к новым гражданам страны, сотрудники полиции выразили уверенность в том, что получение гражданства откроет новые дороги, ведущие к вершинам и достижениям, пожелали участникам церемонии быть достойными гражданами России. Артем Белов, Новости на Восьмом.